Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы продолжаем работу по букварию чтения букв С. В начале занятия мы должны объяснить, как произносится С и как произносится Ш. Артикуляция этих звуков разная. То есть, когда мы произносим С, то губы у нас в улыбке, а когда мы произносим Ш, то губы у нас вытянуты вперед. А сейчас, после того, как мы объяснили артикуляцию, смотрим на наших животных, которые пришли к нам на урок. Это собачка, а это лисенок. Вот они никак не могут с друг другом согласиться. Какой же звук главнее? Но нельзя ни без звука С, нельзя ни без звука Ш. Сейчас наши животные принесли нам картинки, на которых изображены предметы. Вот у собачки слон, а у лисенка шары. А у лисенка шары. Шлон. Какой же первый звук? С. А в слове шары первый звук Ш. И звук С нужен, мы же не скажем шлон. Или вместо шаров сары тоже не скажем. Поэтому и звук С, и звук Ш, они оба главные. Мы объяснили нашим животным, что оба звука главные. Ну, а теперь вы должны придумать со звуком Ш слова. И со звуком С, ну, собачка будет придумывать слова со звуком С. А лисенок слова со звуком Ш. Ну, какие слова? Сам, сало, сажа. Хорошо. А теперь лисенок три слова. Шар, шуба, мышка. Давайте посмотрим, какие слова. Вот собачка назвала все слова. Сам, сало, сажа. Везде стоит звук С, в начале слова. А лисенок назвал шар, шуба, в начале слова. А мышка, где там стоит звук С, в серединке слова. Ну, я думаю, что они больше у нас ругаться не будут. Так как теперь они согласны, что без звука С, без звука Ш нельзя написать слов, в которых должны быть эти звуки. Хорошо. Ну, а теперь повернемся сюда и будем смотреть, как мы будем читать слова. Сначала мы прочитаем слуги. Са, ша, са, шо, су, шу. Первая строчка Са, су, су. Это чья строчка? Это строчка Собачкина. А вторая ша, ша, шу, шу. А это лисенка. А теперь смотрим. Ша, са, ша, со, шу, су. Теперь поменялись на первые строчки слоги. Лисенка, ш, а вторая строчка Собачкина, со звуком С, буквой С. Давайте вспомним, что такое буква и что такое звук. Букву мы видим, а звук мы слышим. Поэтому мы говорим, когда произносим, какие слуги лисенка со звуком Ш. Когда мы их произносим Ша, шо, шу. А если мы посмотрим в букварь, то мы увидим буквы также и у лисенка. А теперь повторяем. От сочетания АР, ОР, ОР нужно образовать со стечением слуги. Добавляем слуги букву Ш. АР, ОР, ОР, ОР. А второй столбик мы к сочетаниям АР, ОР, ОР добавляем С. Собачкина, собачкину букву Арс, ОРС, ОРС. Хорошо, и переходим к чтению слов. СА, САША, СУ, СУША, МАМАША, МАМАШ. ХОРОШ. Хорошо, ХОРОШ. Вот тут нам встретились слова, в которых есть и буква С, и буква Ш. ХОРОШ. Такие слова, как СА, ША, СУ, ША. А вот в словах МАША, МАШ, ХОРОШ, только встретилась буква Ш. ШУМ, САМ, ХОРОШ, МАРШ, ну и объясняем, что такое ШУМ. Это когда шумят машины, шумят дети. Шум может быть везде, на улице, дома. Так, САМ, это что-то сделал САМ. ХОРОШ. Мы уже с таким словом работали. ХОРОШ, когда много выступает людей. А что такое МАШ? МАШ, это вот, посмотрим на вот этих деток, что они делают. Они идут и маршируют. Они ручки раскидывают в разные стороны и ножки поднимают поочередно. Ну, а теперь прочитаем про МАШ. ХОРОШ, МАШ, 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 ХОРОШ, САША, ХОРОШ, где у нас САША? САША, вот. А где МАША? МАША, ХОРОША, вот она МАША. МАШ, ШАР, ХОРОШ, А У КАГО ШАР? ШАР, У МАШ, КАКОЙ ЗВУК МЫ СЛЫШИМ В СЛЫШИМ В СЛОВЕ ШАР? ШАРОШ, А КАКОЙ НАПИСАНА БУКВА В СЛОВЕ ШАР? ШАР, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БУКВА ОТ ЗВУКА? СЛОВЕ ШАРОШ, БУКВА ОТ ЗВУК МЫ СЛЫШИМ. Ну вот, спасибо вам, собачка-лисёнок, что вы пришли к нам на занятие. Хоть вы и поспорили, но вы тоже правы. И твоя буква-лисёнок главная, и твоя собачка-буква главная. Ну, на этом занятие закончено. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok